Очередной вебинар, он будет посвящен инвестициям в недвижимость Таиланда. Для начала я представлюсь. Меня зовут Андрей, фамилия моя Букин. Я являюсь директором филиала InMarketPro в Таиланде. Сейчас, благодаря InMarket, у вас есть возможность продавать здесь недвижимость в Таиланде. И мы с радостью готовы встречать ваших клиентов, работать с ними. Небольшое такое отступление. Давайте начнем до инвестирования в курортную недвижимость на острове Пукет. Погромче? Я в принципе и так очень громко говорю. Может у вас громкость просто стоит на минимальном уровне. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к видам сразу инвестирования. Не будем затягивать. Вообще мы сегодня рассмотрим виды инвестирования. Их вот несколько видов. Сейчас мы детально каждый рассмотрим. У нас сейчас уже 3 часа дня в Таиланде. У вас 11 утра по московскому времени. У нас 3 часа дня. То есть, сегодня мы коснемся видов инвестирования. То есть, проговорим все моменты от получаемого дохода до оплаты налогов с того или иного вида дохода. И также на примере конкретных комплексов мы рассмотрим, как это все работает. Вот. Ну, смотрите, давайте начнем. Вообще здесь существует несколько видов для инвестирования. Первое. Покупка до начала строительства и перепродажа на более поздней стадии до вступления в право собственности. Этот вид инвестирования на данный момент очень актуален. И очень многие инвесторы именно инвестируют вот с такой целью. Здесь смотрите, здесь есть несколько моментов. Первое. Рост за время строительства здесь составляет 30-35%. А иногда на некоторых объектах и 40%. Вот. Срок этой стройки здесь длится в среднем 2-2,5 года. Вот. То есть, по факту инвестор может зарабатывать 15-17% в год. Вот. И не забываем опять, что это в тайской валюте, в тайском бате. Вот. Ну, на прошлом вебинаре мы уже это разбирали. То есть, он очень стабилен по отношению к доллару. Вот. Здесь, смотрите, тоже есть очень такой плюс для инвестора. В чем? В том, что здесь не нужно ему платить никаких регистрационных взносов. Не оформлять, не платить налоги при оформлении права собственности. Вот. То есть, здесь по факту он не является собственником квартиры. И сама перепродажа проходит достаточно, ну, понятно, да. И, как бы, надежно. Вот. Все делается через застройщика. Вот. Наверное, в России, да, это у нас называется переуступка. Вот. Но здесь такого, как бы, слова нету. Вот. Здесь есть, как бы, да, перепродажи. Вот. На более поздней стадии. То есть, все проходит через застройщика. Новый покупатель заключает новый договор с застройщиком. Перечисляет ему деньги. Вот. И застройщик, скажем, инвестору, первому покупателю перечисляет уже эти деньги ему на счет. Либо выписывает дорожный чек. И инвестор может обналичить в любом, в принципе, банке. Вот. И также очень важно, что эти деньги, да, они уже идут со справкой от продажи собственности. Вот. То есть, они уже легализованы, эти деньги. Вот. То есть, инвестор может, допустим, если он вот таким образом инвестировал сюда, да, подождал два года и потом выгодно продал. Вот. То есть, эти деньги он уже может, допустим, использовать, ну, покупать, ну, например, недвижимость в Англии, например, да. То есть, если там потребуют у него справки о происхождении, этих денег, да, то, пожалуйста, то есть, здесь банки эти справки выдают, вот, так как деньги, они легальны. Ну, тоже есть очень большой плюс. Вот. Ну, в принципе, здесь, наверное, да, все так вот в основном-то понятно. Вот. Смотрите, я тут и далее. Покупка на начальной или более поздней стадии строительства, получение пассивного дохода первые 3-8 лет, затем перепродажа. Да. Я считаю, это тоже очень хороший вид инвестирования. Вот. Так как клиент, опять же, изначально покупает, так как клиент изначально покупает, опять же, на низкой, ну, по низкой стоимости, да, вот, это уже как бы выгодно, вот, он вступает в право собственности, там, ну, в зависимости, там, какой он выбрал, там, free hold или lease hold, вот, получает пассивный доход первые 3-8 лет и затем перепродает, да, то есть, это то, ну, естественно, за эти годы, опять же, идет рост недвижимости, да, и, естественно, он остается в плюсе и, во-первых, получает еще доход вот эти вот первые 3-8 лет. Вот. Здесь, как бы, я считаю, есть один момент. Эта недвижимость, она должна быть очень ликвидной, вот. Что, ну, допустим, в моем понимании ликвидность, вот. Вот. Это первая, конечно же, локация, вот. Эта недвижимость, она должна, ну, находиться обязательно в шаговой доступности к океану, да, ну, желательно, это южная или западная часть острова, вот, где, ну, самые лучшие, самые чистые, красивые пляжи, вот. Вот. И также желательно, чтобы в пешей, опять же, досягаемости была необходима инфраструктура. Магазины, кафе, рестораны, массажные салоны, вот. Что-то вот, что-то пишут очень плохо слышно. Друзья, поставьте, пожалуйста, опять плюсики. Хорошо слышно, видно. Я говорю очень громко. Спасибо, спасибо, это значит, да, спасибо большое, вот, понял, спасибо. В общем, продолжим. То есть, локация, да, то есть, ликвидность недвижимости определяется, в первую очередь, локацией. Вот. Второе, да, я считаю, тоже очень важный фактор. Это, какой компанией вся эта недвижимость будет управляться на протяжении, допустим, вот этих вот 3-8 лет. Вот. Это тоже очень важно. Так как, вот, допустим, здесь есть комплексы, ну, что-то пишут очень тихо, очень тихо. Но я не знаю, друзья, я говорю очень громко, и в чате пишут плюсы, что людям слышно. Вот. В общем, смотрите, да, опять же, блин, это вот забивает, конечно, очень сильно. Смотрите, опять же, какой управляющей компанией вся эта недвижимость управляется, вот эти 3-8 лет, чтобы затем ее перепродать удачно. Вот. Есть такие компании управляющие, да, где заходишь, допустим, в комплекс. Ух, да, что-то у меня презентация пропала. Так. Ага, вот, все, восстановилось. Есть такие комплексы, да, куда заходишь, он, допустим, уже функционирует, работает 5 лет, вот, и не ощущаешь, ну, того, что он, допустим, там уже 5 лет работает, да, то есть, как будто бы его вчера построили, вот, то есть, территория всегда убрана, все всегда чисто, вот, то есть, бассейны всегда все чистые. Вот, у нас сегодня будет как раз такой комплекс, вот, где, в принципе, уже, скажем, первой фазе, там, 7 лет. Спасибо. Вот, в общем, вот есть, допустим, комплексы, да, заходишь, вот, 7 лет комплексу, вот, и его, как будто бы вчера построили, то есть, ну, вот, это очень важно, какая управляющая компания будет управлять этим комплексом, вот, на протяжении вот этого времени. Что потом инвестору выгодно перепродать, когда придет следующий покупатель, да, он посмотрит, посмотрит, что везде все чисто, все убрано, хорошо управляется, хорошо обслуживается, и, естественно, как бы, у него сомнений не останется, допустим, да, в покупке этой недвижимости. Опять же, повторюсь, да, почему это актуально? Потому что земля на острове конечна, и все самые лучшие локации, вот, как раз шагово доступности к морю, да, они уже, как правило, застроены отелями, и вот сейчас оставшиеся участки земли, вот, как раз, и вот этими комплексами, которые вот сегодня будем разбирать, как раз вот ими и застраиваются. Вот, и больше, скажем, таких, ну, идеальных проектов с точки зрения локации на острове, ну, уже будет очень мало, вот. Вот, то есть, вот такой вот вид инвестирования тоже, я считаю, очень актуален, и многие инвесторы именно по такому принципу и действуют. Вот, ну, и, наверное, тоже такой вот вид инвестирования, который больше всех интересует, покупка с целью получения дохода от сдачи в аренду. Здесь, смотрите, здесь есть, вот, четыре, скажем, параметра, да, как это можно сдавать и как с этого можно получать доход. Вот, первое, да, это вступление в гарантированную программу от застройщика. Вот, что это такое? Сейчас все застройщики, которые, вот, как раз строят проекты в очень хороших локациях, да, они прекрасно понимают, что их проект будет пользоваться, но с точки зрения заселяемости туристами, да, очень, ну, очень привлекательный их проект, вот, он будет всегда заселяться, вот, и они сами уже берут его в управление, вот, и выплачивают вам гарантированный доход. Вот, это, как правило, от трех до восьми процентов в год, ну, у нас дальше будет слайд, мы более подробно об этом поговорим, вот. Вот, здесь получается, естественно, нужно понимать, что квартира инвестора, да, она будет сдаваться в аренду, вот, и работать, то есть, да, и приносить доход, вот. Следующий, как бы, да, у нас такой подпункт, это передача в управление отельному бренду, rental pool. Смотрите, сейчас очень многие застройщики изначально, еще до начала строительства приглашают какую-либо отельную группу, вот, ну, этот, там, Софитео, Виндхэм, там, Мгалери, то есть, очень много, очень много разных брендов отельных, вот, сейчас, ребят, смотрите, вот, Алексей задает вопрос, как проверить, что они не будут обманывать, а реально будут сдавать. Если вы имеете ввиду вступление в гарантированную программу от застройщика, то вы подписываете с ним застройщик, инвестор подписывает застройщикам договор, что застройщик ему, вне зависимости вообще от того, как он это будет сдавать, он будет ему гарантированно, пассивно платить процент, понимаете, 7% от стоимости, за которую инвестор приобрел это жилье, вот, то есть, здесь, ну, как бы, как они здесь обманывать вообще невозможно, вот, ладно, продолжим, смотрите, то есть, очень много, да, отельных брендов и получается, застройщики изначально, да, допустим, когда они покупают землю, да, приступают к проекту, то есть, они приглашают какой-либо из отельных брендов, вот, совместно с ними разрабатывают концепцию, да, будущего, скажем, да, ребят, давайте, да, в конце вопрос, и на все на ваши вопросы отвечу, вы можете их записывать, вот, и в конце мне можете задавать, и все, что будет непонятно, я на все вопросы отвечу, спасибо, вот, то есть, продолжим, смотрите, застройщик изначально, перед началом строительства приглашает какую-то мировую, большую отельную группу, естественно, группы все, в первую очередь, смотрят на локацию, опять же, да, то есть, им нужно понимать, что, если это где-то будет там на отшибе, то никто к ним не поедет, вот, поэтому, допустим, если там это до моря, там 500, там 200, там, да, или там 150 метров, то есть, они рассматривают, вот, застройщикам совместно прорабатывают концепцию вот этого проекта, вот, и подписывают соглашение, там, на 10, есть, ну, есть варианты на 10, там, на 15 лет, они подписывают застройщикам соглашение, вот, и после окончания строительства берут в управление, вот этот вот весь проект, вот, таким образом, инвестор, имея там квартиру, вот, он как раз вот вступает, вот, вот эту программу, rental pool, что это такое, rental pool, смотрите, вот, например, есть 100 одинаковых квартир, и они, эти квартиры, то есть, вот эта отельная группа, она их сдает в аренду равномерно, да, ну, то есть, они заселяют людей равномерно, вот, там, не так, что там в одну заселили 5, в месяц, там, 5 дней она сдавалась, а там, да, а в другую, там, 30 дней она сдавалась, нет, то есть, они равномерно используют вот эти вот 100 квартир, вот, затем они, вот этот валовый доход общий, да, они его собирают, вот, вычитают из него все расходы на обслуживание, вот, и затем делят между инвесторами и забирают себе часть, вот, то есть, равномерно распределяют прибыль между инвесторами, да, и забирают себе 30%, вот, то есть, вот таким образом, у нас дальше еще будет слайд, я еще более подробно это объясню, я понимаю, что сейчас мы просто, как бы, я вас, ну, знакомлю вообще вот с видами, и дальше уже подробно я вам буду объяснять, чтобы вам было все понятно, вот, дальше смотрите, передача в управление сторонней управляющей компанией, здесь получается на Пхукете очень много управляющих компаний, у которых есть и по 150, там, и по 200 даже есть объектов, вот, в принципе, они с полным циклом, они заселяют, выселяют, стирают белье, то есть, за всем смотрят, то есть, у них, ну, это поставлено на поток, вот, можно передать управление вот такой управляющей компанией, вот, то есть, и дальше мы тоже рассмотрим, сколько они берут за управление и т.д. и т.п., вот, и также самостоятельное управление, то есть, если, допустим, ну, вот, смотрите, вот у меня есть здесь знакомый, да, вот, семейная пара, знакомые, вот, они сначала купили сами здесь недвижимость, вот, жили в ней два года, потом присмотрелись к рынку, вот, и купили еще себе три квартиры именно для сдачи в аренду, вот, и этим сами занимаются, то есть, выселяют, заселяют, там, уплачивают все расходы, вот, то есть, можно самостоятельно управлять, но это актуально, когда человек здесь, инвестор сам проживает и может следить за этим, вот. Смотрите, теперь мы подробно рассмотрим уже цифры, вот, с этих видов по аренде. Вот, смотрите, вступление в программу гарантированного дохода от застройщика, возможная прибыль 5-8% годовых, вот, и здесь нужно понимать, что застройщик определяет срок, вот, это, как правило, от 3 до 8 лет, вот, ну, у нас сейчас на Пукете есть вот застройщик, который 8 лет, ну, гарантированно уплачивает 7%, вот, то есть, здесь вот такая вот, получается, такой вот срок, вот. Смотрите, оплата за управление, да, то есть, это, ну, скажем, оплата за то, что он занимает, застройщик сдает ваш объект недвижимости, объект недвижимости инвестора сдает в аренду. Здесь оплата отсутствует, то есть, вы не платите вообще абсолютно, вот, ни за какое управление, то есть, застройщик, он оплачивает, ну, он берет это все на себя, вот. Опять же, смотрите, вот, на прошлом вебинаре мы разбирали, есть здесь такое понятие, да, ежемесячный коммунальный платеж, maintenance fee, вот, ну, составляет 40-80 бат за квадратный метр, вот. У разных застройщиков он, смотрите, оплачивается либо собственником, да, оплачивает собственник, да, но в некоторых проектах, и даже сам застройщик оплачивает вот этот коммунальный платеж, вот, то есть, вам вообще, в принципе, не нужно даже и вот этот платеж платить, вот. У нас как раз будет в базе сегодня застройщик, вот, мы потом о нем подробно поговорим, вот. И расходы на ремонт и содержание также оплачиваются застройщикам, вот. Ну, и есть срок для собственного проживания, то есть, также застройщики по вот этой арендной гарантированной программе предлагают инвесторам проживать в своей квартире, вот. Вот, это либо, ну, 15, от 15 до 30 дней в году, в зависимости, опять же, от застройщика. Кто-то, допустим, там предлагает 15 дней, кто-то предлагает 15 дней в высокий сезон, кто-то предлагает, там, 30 дней в низкий сезон, да, то есть, ну, вот сейчас, вот, то есть, ну, тоже есть вариации для проживания, то есть, вот, вот такая возможность, да. Дальше, смотрите, передача управления отельному бренду, вот, так называемый rentable. Ну, здесь возможная прибыль 6-9% годовых, это реальные цифры, вот. Ну, я знаю компании, которые этим занимаются, и они показывают эти цифры, вот. И, кстати, они инвесторам также предоставляют все отчеты, вот. То есть, эти выплаты, да, они... Здесь, ребят, смотрите, еще упустил важный момент, да, вот, вступление в программу гарантированного дохода от застройщика. Здесь, получается, застройщик выплачивает инвестору на счет, открытый в тайском банке. Вот, то есть, при покупке недвижимости инвестор с договором купли-продажи едет в банк, открывает счет, и застройщик уже перечисляет деньги на счет, открытый в тайском банке. Здесь платится налог, он составляет 5%, этот налог, вот. Но застройщик сразу его удерживает, вот, и от этой суммы клиент, ну, за минусом 5%, то есть, он получает чистые деньги, вот. Это тоже, да, нужно понимать. Так, окей, думаю... Вопрос, все смогут. Так, ладно. Так, так, так. Так, друзья, подождите, пожалуйста, секундочку. Мне просто отключили кондиционер. Сейчас пойду, включу. Очень жарко, невозможно, 40 градусов. Так, спасибо. Так, спасибо. Здесь, да, ну, сразу, да, вот, хочу сказать, да, про налоги. Вот, что здесь, смотрите, вообще, в принципе, что в рентал пуле, что в гарантированной программе от застройщика налог, он одинаковый, 5%, вот. И он сразу удерживается именно, ну, либо застройщиком, да, либо управляющей компанией, вот. Дальше, смотрите, идем дальше. Рентал пул, возможная прибыль 6-9% в год, вот. И вот я на чем остановился, о том, что вот отельные группы, да, они всегда предоставляют большие отчеты, вот, своим инвесторам, да, где видны все цифры, вот. То есть, они там, там видна заполняемость, там видна цена, за сколько, допустим, эти номера сдавались, да, и, то есть, и, да, также видны все расходы, на что они потратили, вот. Смотрите, здесь оплата за управление следующая, то есть, от 30 до 40%, то есть, это может быть рентал пул 70 на 30 или 60 на 40. Первая цифра, да, это как раз доход инвестора. Вторая цифра, да, это то, что забирает себе управляющая компания, вот. И работает, да, смотрите, по такому принципу. Вот, допустим, есть 100 одинаковых квартир, они равномерно сдаются в аренду, вот, и затем собирается валовая прибыль общая, с нее оплачиваются расходы на ремонт и содержание, и уже чистый доход делится, вот, как раз 70 на 30. Вот, 70 идет владельцем, вот, и 30 идет, забирает себе управляющая компания, и вот эти вот 70% делятся между всеми собственниками, вот эти вот 100 квартир, вот. Но, если говорить, вот именно в процентах, так просто удобнее, да, то это 6-9% в год от стоимости недвижимости, вот. То есть, здесь нужно понимать, что все проценты, которые вот здесь вот в презентации указаны, они берутся от стоимости недвижимости. Вот, та стоимость, за которую, которая прописана в основном договоре. Вот, так, ежемесячный коммунальный платеж здесь оплачивается всегда собственным, то есть, здесь собственник сам платит за коммунальные услуги. Вот, опять же, видите, презентация открытая, никаких нету подводных камней, как бы, ну, ничего не скрывается, то есть, я вам говорю все цифры как есть. Вот, чтобы вы понимали, какой налог, чтобы понимали, что коммунальный платеж тоже придется оплачивать инвестору, вот. Но он небольшой, можете взять площадь квартиры, посчитать, ну, в среднем, допустим, там, это 60 бат, вот, умножить на площадь, да, и будете понимать, сколько примерно, это небольшие деньги на самом деле. Вот, и также 5%, которые удерживаются, да, налог, висхолдинг текст, так называемый, это тоже не так много, ну, допустим, если человек заработал с аренды миллион, да, то 5% это 50 тысяч бат. Вот, то есть, это тоже, в принципе, не так много. Смотрите, вот здесь в первом и во втором случае, вот на этом слайде, да, здесь выплаты происходят либо ежеквартально, либо раз в полгода, вот. Ну, и можно, допустим, по желанию раз в год, если кому-то там не нужно особо часто, можно раз в год поговорить и будет вам раз в год выплачивать. Вот. Еще, друзья, я вернусь на один слайд назад, вот, потому что в начале, я чуть-чуть забыл вам сказать, чтобы у вас тоже было понимание. Смотрите, вот в этом, в первом случае, да, покупка до начала строительства и перепродажа на более поздней стадии до вступления в право собственности. Здесь, получается, никакой налог инвестор не платит абсолютно, вот, так как он еще не вступил в право собственности и перепродажа идет через застройщика, вот. Но застройщик здесь берет небольшую плату, ну, за, как гарант, да, сделки, вот. Это составляет 50-100 тысяч бат, эта оплата. Во втором случае, смотрите, покупка на начальной, на начальной или более поздней стадии строительства, получение пассивного дохода первые 3-8 лет, затем перепродажа. Здесь, смотрите, здесь инвестор, который продает свою квартиру, он оплачивает здесь, так называемый бизнес-налог, вот, он составляет 3,3% от стоимости, вот, от оценочной стоимости недвижимости, вот. Но, опять же, есть освобождение от этого налога, если инвестор использовал вот эту собственность как основное место проживания, вот. То есть, это нужно будет, ну, там, в регистрационных документах указывать, вот. И это должно быть не менее года, вот, что он там проживал, вот. То есть, и тогда он не платит при продаже вот этот вот налог 3,3%, вот. И также есть еще небольшой подоходный налог, вот, но он очень маленький, вот, ну, и составляет, ну, 10-15 тысяч бат. Вот, он там совсем мизерный, вот. И, опять же, если прошло 5 лет, да, и, допустим, инвестор продает, там, на 6-ом, 7-ом, 8-ом, 9-ом, не знаю, 10-ом году, то вот этот вот налог, бизнес-налог, он уже не платится. Вот эти 3,3%, то есть, первые 5 лет только платится, вот. Вот, так что возвращаемся обратно, вот. Так, ну, здесь, смотрите, здесь еще есть один момент, да, то есть, если мы вступаем в гарантированную программу от застройщика, то у нас срок для собственного, да, проживания 15-30 дней в году, то в рентал-пуле, да, это от 15, есть, и кто из 45 предлагает, до 45 дней, либо не ограничен, вот. То есть, есть, ну, управляющие вот эти вот компании отельные, да, которые, в принципе, этот срок не ограничивают, и дальше они уже высчитывают по формуле, по специальной формуле вашу прибыль, в зависимости от того, сколько вы, допустим, в квартале провели времени, ну, в своей квартире самостоятельно, то есть, инвестор сам провел, вот. И опять же, в рентал-пуле расходы на ремонт и содержание оплачиваются с валовой прибыли, вот. Вот здесь, смотрите, у нас вот указано, да, 70 на 30, 60 на 40, да, это основные, понимаете, это основные, ну, как бы, виды рентал-пула, но есть, опять же, застройщики, которые предлагают немножечко другую схему рентал-пула. Например, 40 на 60, где 40% идет владельцу, а 60% забирает, вот, отельная группа, да, управляющая компания. Но здесь, смотрите, вот эти 40%, да, инвестор получает с общей валовой прибыли, вот. А вот с 60%, которые забирает себе управляющая компания, они уже сами оплачивают расходы на ремонт и содержание, вот. Ну, это, как правило, примерно одинаково получается, то есть особо большой, ну, по доходу разницы нет. Так, окей, продолжаем дальше. Передача управления сторонней управляющей компанией. Здесь, смотрите, возможная прибыль 8-10% годовых, так как оплата за управление здесь составляет, да, от 15 до 25% от прибыли. Вот, ну, и здесь же, опять же, коммунальный платеж оплачивается собственникам, вот. И все расходы на ремонт и содержание тоже оплачиваются собственникам. И здесь, почему тоже люди очень часто обращаются к сторонним управляющим компаниям? Потому что здесь срок для собственного проживания не ограничен. Вот, то есть, можно, не знаю, полгода проживать, да, и потом передать, ну, вот, стороннюю управляющую компанию, вот, они будут сдавать и платить вам доход. Вот. Сейчас также у хороших компаний, у них также есть отчеты, у них также есть цифры, допустим, по схожим комплексам, можно обратиться к ним, поговорить с ними, они покажут, допустим, по примерному комплексу, по такому же комплексу, схожему, допустим, с вашим, да, покажут цифры, как это сдается, вот, и т.д., и т.п. Вот. Ну, и самостоятельное управление, да, то есть, здесь, конечно, ну, самая максимальная прибыль, да, это 10-15% в год можно делать спокойно. Вот, так как, ну, опять же, Пукет, да, это курорт, ну, вот, сейчас, в принципе, низкий сезон, да, но, наверное, процентов, если зимой это 100%, да, то сейчас, наверное, процентов 60, я имею в виду в плане туристов, то есть, на острове присутствуют, да, это время года очень любят арабы, индусы, китайцы, вот, то есть, самолеты также регулярно, каждый день приезжают, и даже вот я езжу на машине, и, если честно, пробки не стали меньше. Ну, не в таком, конечно, понятии, там, как в Москве, там, или в Питере, да, но все равно машин очень много, вот, если раньше, допустим, да, я здесь жил с 2009 года, это было прямо, ну, вот, заметно, что низкий сезон, и, ну, как бы, и очень мало туристов, то есть, сейчас, как бы, и в низкий сезон очень-очень много едет туристов, вот, и, в принципе, хорошие отели, хорошие комплексы, то есть, они также, ну, полны туристов, вот, поэтому эта прибыль, как бы, да, она реальная. Вот, здесь, ну, оплата за управление, естественно, сами эти всем управляете, да, ну, ежемесячный платеж, опять же, оплачиваете самостоятельно, вот, ну, и расходы на ремонт тоже оплачиваете самостоятельно, и срок для собственного проживания не ограничен. Смотрите, еще хочу сказать по поводу оплаты электричества и воды, да, это всегда оплачивается тем лицом арендатором, понимаете, то есть, арендатором, то есть, всегда арендатор оплачивает электричество и воду, вот, то есть, вы, если, как инвестор, сдаете, либо застройщику, либо отельной группе, там, отельному бренду, да, либо в сторонней управляющей компании, да, то есть, вы платите только ежемесячный коммунальный платеж, вот, что касается вашей недвижимости, да, свет электричества всегда оплачивается арендатором, да, то есть, это происходит очень просто, но, вот, допустим, есть у вас квартира, и вы отдали его в управление сторонней управляющей компанией, приехал человек на неделю, есть счетчики, вот, они снимают показания счетчика, берут с клиента депозит, обязательно, смотрите, всегда есть опись того, что находится в той или иной квартире, вот, и примерно считается стоимость, вот, подсчитывать этого всего, да, и, допустим, берется там депозит 500 долларов, да, там, или 300 долларов берется с арендатора, вот, берется депозит, вернемся к счетчикам, смотрите, берется, снимают счетчики при заезде человека, берется депозит, вот, и снимаются показания счетчики при выезде гостя, вот, и, либо, ну, это изначально, естественно, обговаривается при заезде, да, и, естественно, на всех порталах, да, если там, ну, вот, сторонняя управляющая компания, например, сдает там на каких-то сторонних сайтах, да, то есть везде это указывается, да, что свет и воду вы оплачиваете самостоятельно, но это небольшие деньги, вот, и все, и потом просто клиент оплачивает согласно показаниям, когда он заехал, когда выехал, вот, и либо берется с депозита эта сумма, вот, если что-то, допустим, клиент сломал, арендатор, да, в квартире, вот, там, либо на вилле, вот, то, опять же, есть опись, все это проверяется, он подписывает контракт при заезде, вот, и, естественно, с депозита, либо, ну, либо он оплачивает, либо с депозита эта сумма изымается, вот, вот такой тоже есть момент, так, 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 что-то вот я еще, какой минимальный порог, Алексей спрашивает, какой минимальный порог для инвестирования, ну, 3 миллиона 185 тысяч бат, вот, минимальный порог, ну, 6, скажем, с половиной миллионов рублей, примерно, вот, так, что-то вот я еще, какая-то мысль у меня, я просто все беру из головы, как бы, да, из своей, там, никуда не подсматривая, поэтому, там, может быть, где-то что-то, да, забываю, но потом, вот, приходят мысли, да, которые нужно тоже озвучивать, чтобы было понимание, так, ну, вроде бы, да, вроде бы здесь, вроде бы здесь все прошли, так, друзья, ну, давайте теперь вот перейдем уже к конкретным комплексам, да, и уже рассмотрим, просто, да, меня больше интересует хит-продаж, сейчас мы сейчас поговорим обо всех хитах, вот, смотрите, Виталий задает вопрос, правильно понимаешь, что при управлении отелями прибыль 6-8%, ну, понятно, да, примерно, то есть, доход зависит от того, сколько, ну, сдавался объект, да, и 6-8% это чистое после вычета комиссии, это чистое, это чистая прибыль, это уже чистая, это там все цифры, это уже указана чистая прибыль, вот. Окей, смотрите, первый комплекс, о котором я хочу вам рассказать, называется Тайтл Виравай, он находится на юго-восточном побережье Пукета, вот. Вообще, немножечко, да, скажу о застройщике. Застройщик, ну, начинал свою деятельность в Бангкоке с 1989 года, вот, и изначально они занимались ванншафтным дизайном, вот, то есть, и они были подрядчиками при строительстве очень многих больших отелей, именно как дизайнеры, да, то есть, прорабатывали дизайн, вот. Ну, и с 2009 года, да, они уже начали сами строить на Пукете, вот. Вот, также они до этого времени были подрядчиками в разных провинциях, строили школы, больницы, да, то есть, работали по госзаказам, вот. И вот, у них, кстати, головной офис находится в Бангкоке. И с 2009 года, вот, они начали строительство на Пукете, и построили уже, получается, 4 фазы вот этого проекта Тайтл, вот. Три из которых находятся вот именно здесь, на пляже Равай, вот. И один они построили недалеко от аэропорта, называется Тайтл Резиденс Наянг. У нас тоже он есть в базе, вот, но там все квартиры уже распроданы, там, по-моему, осталось 2 или 3 двухкомнатные квартиры, вот. Застройщик очень надежный и пользуется очень-очень большой популярностью на Пукете, вот. Вот я вам говорил в начале презентации, да, что есть застройщики, которым заходишь на проект, да, и видишь, как, и сразу видишь, как это обслуживается, вот. То есть, вот именно как раз это вот про этого застройщика. Вот, допустим, вот они первую фазу построили, вот в 2009 году начали, в 2011 построили. Вот сейчас, если туда зайти, там даже не скажут, что она была построена в 2011 году, понимаете. То есть, ну, кажется, что года 2 назад, то есть, там всегда чисто убрано, там очень хорошая территория, там у них очень продуманный ландшафтный дизайн, то есть, вообще, 60% территории, да, это ландшафт, вот. И только, и 40% это уже здание, вот. То есть, смотрите, вот это их пятый, получается, уже Тайтл, вот. Вот, 200, локация 200 метров до пляжа, вот. Пляж Равай, он не является, скажем, популярным с точки зрения купания, вот, но до пляжа Найхар, который находится там буквально в 5 минутах езды, у них ходит шаттлбас, вот. Вот, и поэтому для всех собственников, там, да, или для жильцов предоставляется бесплатный шаттлбас до, ну, я считаю, для самого лучшего пляжа на Пукете, до Найхарна, вот. Он находится там очень рядом. Вот, за вот картинкой за белой, как бы, его не видно, да, находится как раз вот этот вот пляж Найхарн. Вот, проект очень удачный, очень, ну, качественное строительство, в общем, и они как раз вот растут. То есть, да, они с первой фазы начали, улучшали, 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 и сейчас они уже там, ну, очень-очень строят качественно, вот. Вот, у них проект будет состоять из четырех зданий, вот, пятиэтажные здания, и два здания, они как раз вот отдают под управление отельной группе, вот, которая называется Best Western, это отельная группа известная, мировая, большая, вот, то есть, они с ними заключили, вот, до начала строительства договор, вот, и отдают ему управление на 10 лет, вот, то есть, здесь у них, смотрите, да, здесь у них будет ренталл, 60 на 40, вот, именно те, кто вступает, вот, в эту вот программу ренталл, но, также, также, да, этот застройщик, первые три года, можно подписать с ним контракт, и первые три года, получать 7% годовых, вот, и еще, друзья, очень важный момент, вот, недавно они анонсировали такую историю, что они вот эти вот 7% на 3 года, да, то есть, 7 умножить на 3, 21%, да, они выплатят сразу вперед, они выплатят сразу вперед за все три года, вот, понимаете, то есть, ну, анонс такой, что после вступления в собственность, ну, на протяжении 15 дней, они перечислят деньги, 21% от стоимости, да, от стоимости недвижимости, то есть, перечислят на счет инвестору, вот. Так, ага, вот, пишет Олеся, да, видели, так и есть, ну, да, правда, комплекс шикарный, просто шикарный, вот. Так, сообщения, тут у меня в битрексе идут, вот, ну, стоимость от 3 миллионов 185 тысяч бат, площадь 35 квадратных метров, вот, ну, вот, в принципе, да, все понятно, что можно вступить либо в rental pool, да, либо, допустим, взять эту вот программу 7% годовых на 3 года, и, кстати, после этой программы тоже они также предлагают вступить в rental pool, то есть, без проблем, вот. Два здания, да, это будет у них под Best Western, вот, и два здания, это будет резиденция, вот, то есть, там тоже будет, в принципе, тоже та же самая программа, и тоже будет rental pool, вот, просто в резиденции, ну, скажем, вот, цена в резиденции 3185, а именно вот в инвестиционной зоне, да, она будет чуть-чуть подороже, так как это будет, ну, управляться уже отельной группой, вот, да, смотрите, да, друзья, очень важный момент, вот, хорошо, что, да, Маргарита задала вопрос, можете прислать на почту инвестиционный расчет по данному комплексу, смотрите, здесь сейчас застройщик еще, ну, как бы, на стадии строительства, да, то есть, на самой начальной, то есть, они еще не поднимали цены, вот, да, то есть, они еще не поднимали цены свои, они запустили продажи в начале этого года, вот, и сейчас там они, ну, я к ним ездил недавно, там, разровняли землю, да, и скоро будут забивать сваи, я думаю, где-то, наверное, в июле или в августе, вот, у них уже будет первое повышение цены, вот, и сейчас еще они продают по первоначальным ценам, и как раз вот в этом варианте рост через два года будет 30-35%, это точно, вот, потому что на основании вот тех фаз, которые они строили, да, то есть, я знаю очень много людей, как агентов здесь, да, так и инвесторов, которые покупали у Тайтла, вот эти вот первая, вторая, там, да, третья фаза, там, да, и вот на Янге, там, да, тоже ихний проект, вот, на начальной стадии покупали, вот на Янге, кстати, рост был 40%, вот, у этого застройщика, да, рост был 40%, вот, через два года, то есть, квартиры выросли на 40%, поэтому вот это вот очень интересное предложение сейчас на рынке, вот именно с точки зрения купить вот сейчас на, по первой цене, по первоначальной, да, и потом через два года, да, они анонсируют примерно, ну, два года строительство будет идти, вот, и потом перепродать, как бы, вот с такой выгодой, вот, ну, что же мне тут пишут и пишут-то, что тут, какие-то 100 сообщений пришло, вот, так что, вот, очень, кстати, да, интересное предложение. Так, ну, переходим к следующему комплексу, здесь, в принципе, я думаю, все понятно. Смотрите, следующий проект называется Пукет Инкор, вот, он находится на пляже Корон, он находится на возвышенности, вот, там 800 метров до пляжа Корон, и это проект с невероятным, на самом деле, видом на пляж Корон, вот, то есть, вот здесь, да, вы видите на картинке, то есть, из всех вот этих вот квартир, которые смотрят, да, вот сюда, открывается просто, ну, ну, шикарный просто вид на море, ну, это лучший вид, наверное, здесь на Пукете, вот. Вот, спереди этого отеля идет дорога главная, да, и за этой дорогой идет Хилтон Пукет Аркадия отель с очень большой зеленой территорией, вот, то есть, я это, к тому, что там застраиваться ничего не будет, вот, чтобы, ну, не мешало, допустим, что, ладно, там сегодня вид, да, а завтра там что-то построили, и вида нету, вот, то есть, нет, то есть, там вот этот большой отель Хилтон, вот, у них там территория громаднейшая зеленая, поэтому ничего там, ну, не вырастет перед этим комплексом, вот, считаю, очень хороший проект для инвестирования именно с точки зрения сдачи в аренду, вот, потому что, ну, можете зайти к нам на сайт inmarket.pro, посмотреть этот комплекс, посмотреть фотографии этого вида, вот, ну, я думаю, что здесь, как бы, там сразу станет все понятно, когда к ним в шоу-рум попадаешь, то, ну, думаешь, блин, ну, невероятно просто, очень красиво, вот, и закаты там, как бы, как раз вот солнце садится прямо напротив, вот, проект, смотрите, он будет состоять из пяти зданий, получается, вот, внизу два здания, это будет здание отеля, это будет здание отеля, и три верхних здания, это как раз уже, вот, будет резидентская зона, то есть для инвесторов, для клиентов, для покупателей. Также вот у них с правой стороны будет отдельное четырехэтажное здание парковки, вот, ну, естественно, 800 метров это шаговая доступность, но они также транслируют, что у них будет шаттлбасс, который будет, если нужно, клиентов возить до пляжа Корон, вот. Поэтому, ну, если потом, скажем, человек будет выбирать, куда ему поехать, и увидит там где-то на каком-то сайте, там, да, на букинге, я не знаю, там, или на другом, и фотографии, то он выберет этот вариант, чтобы отдохнуть, вот, потому что встаешь, и утром, там, не знаю, вечером, закат, у тебя просто потрясающий вид, вот, на море. То есть здесь получается, будет 306 квартир, но здесь уже большая часть продана, вот, они сейчас только-только, кстати, тоже начинают строительство, вот, вот, ну, и здесь будет повышение примерно на 20%, то есть у них уже на 10% оно прошло, и примерно на 20% еще будет повышение. Немножечко о компании, да, Пукет Инкор, это очень солидная компания, которая не только является застройщиком, но у них есть свой цементный завод, вот, который находится в соседней провинции Пханга, так как на Пукете запрещены большие вредные производства, вот, то есть он у них находится в соседней провинции, то есть они являются подрядчиками практически на всех крупных стройках Пукета, вот, то есть они здесь застраивали, ну, такие, вот, из последних, допустим, центровый фестиваль новый, да, новая фаза, то есть новое здание здоровенное, большое, там, с какой-то невероятной парковкой, то есть, вот, они были подрядчиками, то есть, ну, именно как, ну, предоставляли им цемент и железобетонные конструкции изделия, вот, то есть, ну, и также вот они, вообще они построили 8 уже проектов на острове, вот, на Короне, получается, есть Каранхилл, очень хороший проект, находится прямо рядышком, вот, с Пукет Инкором, тоже с таким же потрясающим видом, вот, и еще чуть подальше у них есть Чик Кондо, вот, может кто-то слышал, есть такой проект известный, на пакете Чик Кондо, да, на Короне находится, вот, это тоже их проект, вот, то есть, вообще все застройщики, еще раз хочу сказать, которые представлены у нас в базе, это застройщики с колоссальным опытом строительства, вот, то есть, это не застройщики, которые строят первый раз, там, да, или там, ну, скажем, какие-то, ну, непонятные застройщики, вот, то есть, это все очень надежные, очень крупные, очень серьезные застройщики, вот, здесь, да, сдача комплекса, да, планируется в феврале 2021 года, вот, стоимость получается здесь от 3 миллионов 790 тысяч бат, но, друзья, я сразу хочу сказать, что это стоимость квартир, которые, ну, не с видом на море, а с видом на гору, то есть, с видом на море стоит около 5,5 миллионов бат, вот, ну, просто указал минимальную стоимость, так как, в принципе, я думаю, это тоже будет инвесторам интересно и тоже будет также сдаваться в аренду, а здесь они, смотрите, здесь они настолько в себе уверены, да, что они предлагают 8%, да, не 7, как предлагает, ну, большинство застройщиков, а 8% годовых на 3 года, вот, и затем, по прошествии этих 3 лет, инвестор может вступить в программу Rental Pool 70 на 30, 70% инвестору, 30% управляющей компании, вот, то есть, у них там будет отель, как я уже сказал, да, вот, два нижних здания, поэтому с управлением проблем никаких абсолютно не будет, поэтому, ну, считаю, тоже очень хорошие инвестиции на самом деле, вот. Так, вот здесь вопрос, Маргарита уже пишет, по-моему, второй раз, ну, давайте почитаем его несколько, насколько безопасно инвестировать в ТАИ, как защищены дольщики или как они там называются, но, смотрите, здесь, опять же, нужно понимать застройщиков, вот, ну, ну, я уже сейчас, в принципе, на него, вот, ответил, то, что находится в базе MarketPro, да, я сам лично в этом уверен на 100% во всех этих проектах, что они построятся, раз, построятся качественно, два, и что застройщик транслирует по выплате комиссионных, гарантированных, там, и т.д., и т.п., да, это тоже, они это все выполнят, вот, это не цифры, взятые там от кода с потолка, да, это уже все давно этими же застройщиками просчитано, вот, вот, допустим, смотрите, вот этот застройщик, пакет инкор, да, вот у них два отеля, ну, два таких же проекта, да, такого же примерно типа на Короне, да, вот, Чик-Кондо и Каран-Хилл, вот, они взяли оттуда цифры, да, заполняемости, вот, и составили, ну, примерный, скажем, такой отчет сделали по рентал-пулу, вот, и у них получилось 8.9, ну, 8,9% по году от стоимости, вот, у меня есть, этот отчет, ну, я его сам лично видел, вот, то есть, они там прямо по сезонам все просчитали с ценами совсем-совсем-совсем-совсем, то есть, и получилось, вот, 8,9% это если человек вступит в рентал-пул, вот, налог, опять же, да, 5%, вот, нужно понимать, что с этой суммы, да, которую застройщик будет выплачивать, неважно, с рентал-пулу, да, или с гарантированного дохода, то есть, он будет удерживать 5%, вот, с дохода налога, вот, ну, и еще раз, да, вот, скажу Маргарите, я считаю, инвестировать супер безопасно, вот, потому что, ну, Пукет это уже давно очень известное место, и, естественно, тайские власти очень тоже беспокоятся о том, как это будет все развиваться, вот, и здесь это очень, на самом деле, строго и четко регулируется, вот, строительные нормы все исполняются, все работают, поэтому вообще никаких проблем не вижу, тем более, сейчас заходят западные инвесторы, да, то есть, сейчас, ну, скажем, ближайшие страны, да, такие как Китай и там Сингапур, то есть, они прямо вливают ежедневно, тут, я не знаю, десятки миллионов долларов в Пукет, в строительство отелей, комплексов, и т.д. и т.п. Здесь с этим все в порядке. Давайте вопросы потом, ребят, давайте, потому что, если мы сейчас будем отвлекаться, то долго это все опять затянется. Так, ну, здесь, в принципе, мы разобрались, да, с этим комплексом, переходим тогда к следующему, вот, хочу тоже, да, осветить вот такой проект, называется Solimio Condominium, вот, а проект, опять же, от известного застройщика, это, скажем, такая французско-тайская компания, то есть, присутствуют, ну, в руководстве застройщика французы, которые вносят, как бы, да, ну, свою лепту, скажем, да, в проект, то есть, в дизайн, в отделочные материалы, там, да, и т.д. и т.п. Вот, то есть, они тоже очень давно уже строят на острове Пукет, вот, по-моему, с 2004, если не память не изменяет, года, то есть, да, они здесь присутствуют, вот, это будет 7-этажное здание, небольшое, 134 квартиры, вот, вообще, о застройщике, сейчас вот вспомнил, они построили здесь, а этот застройщик, можете потом, ну, информацию перепроверить, если хотите, есть такой, есть такие проекты, Сурин, Сабай, Кондоминимум, вот, вот, этот застройщик, он построил три фазы, первая, вторая, третья, это большие проекты, серьезные, вот, и сейчас вот, они застраивают, ну, вот, будут строить этот проект, локация, в принципе, тоже очень хорошая, 200 метров до пляжа Бангтау, вот, и чем мне, в принципе, тоже нравится этот проект, он будет позиционироваться, как детокс-отель, вот, то есть, у них будет свой ресторан, где будет разработано меню, да, то есть, ну, для очищения, скажем, да, организма, то есть, и также будут всевозможные соки, там, фруктовые, овощные, вот, у них будет кабинет врача, у них будет несколько саун, у них будет крио-сауна, у них будет несколько видов массажа, будет вот, вот, это LPG ролика вакуумный массаж, то есть, ну, то есть, у них такой будет, как бы, небольшой, такой, скажем, ну, санаторий, наверное, в нашем понимании, что ли, вот, небольшой, да, хороший проект, ну, такой в корабельной немножечко тематики, как бы, выполнен, ну, в принципе, очень качественная будет отделка, вот, то есть, здесь, смотрите, ситуация следующая, здесь, ну, цены, да, начинаются сейчас от 3 миллионов 996 тысяч бат, почему такая цена, они отталкиваются от стоимости за квадратный метр, вот, поэтому там не 4 миллиона, да, а 3 там 996, вот, потому что там, по-моему, 110 у них, или 111 сейчас тысяч за квадратный метр, вот, площадь, да, хорошая, 36 квадратных метров, смотрите, они предлагают сразу же, да, тоже 7% годовых сроком на 5 лет инвестору, вот, и при 100% оплате, если человек сразу же оплачивает 100%, они начинают выплачивать, ну, доход в размере 4% в год сразу же после заключения договора, вот, то есть, смотрите, они, ну, будут строиться 2 года, этот проект будет строиться 2 года, вот, и если человек сразу же внес всю сумму, вот, то за 2 года он еще дополнительно, когда, пока проект будет строиться, получит 8%, то есть, по 4% в год, и затем, допустим, после окончания уже будет получать 7% от стоимости, и, ну, на протяжении 5 лет, вот. О, прошу прощения, уже пересохло все, вот, так, здесь также то же самое, то есть, тот же самый налог, 5% удерживается с дохода, вот, и доход перечисляется на счет открытой в Тайском банке, так, очень просто всем, ну, очень просто все работает. По сути, вернет разовый износ. Марат Рашют, по сути, вернет разовый износ в размере 5% от стоимости получается, ну, и 5, а 8, то есть, 4% получается в год, стройка будет идти 2 года, 4 умножаем на 2, получаем 8, то есть, да, 8%, да, при 100%, грубо говоря, при 100% оплате он сделает скидку в размере 8% до окончания строительства, вот. То есть, ну, они, ну, они это транслируют по-другому, то есть, они транслируют, что деньги должны быть оплачены полностью, допустим, ну, та сумма, которая у них идет, продажная цена, и каждый год они будут с этой суммой 4% возвращать, вот, до окончания строительства. В общем, вот такой вот, да, проект, и что-то сейчас, какая-то мысль, блин, важная у меня мелькала, что-то же хотел вам донести, ну, ладно, сейчас, может, потом вспомню. Вот, то есть, получается, ладно, переходим тогда, переходим к нашему последнему проекту, вот, это VIP Cata Condominium, ну, здесь, друзья, ну, здесь вообще что-то уникальное, вот, здесь действительно что-то уникальное, немножечко расскажу о застройщике. Компания Puket 9 называется, она начала свою работу в 2006 году, вот, вот, и за это время они построили порядка 15 проектов на острове Пукет, вот, они строили не только condominium, да, то есть, они строили виллы, они строили виллы люкс-класса, вот, то есть, они строили небольшой, ну, небольшой госпиталь, построили два отеля, вот, то есть, и один отель, вот, они сейчас еще один достроили, и они будут им сами управлять этим отелем, вот, то есть, компания, ну, очень достойная, очень серьезная, вот, и очень большая, кстати, эта компания. И я очень много знаю, ну, и мои клиенты покупали вот в этой компании их проекты, вот, и действительно заслуживают только уважения вообще вся их команда, вот. Вот, проект очень уникальный, он находится в 500, в 500 метрах от пляжа Ката, вот. Вот на этой земле, да, где они сейчас эту стройку ведут, еще буквально там, ну, лет 5 назад, да, там какие-то стояли старенькие тайские домики, да, что-то такое вот, ну, какое-то одноэтажное непонятное строительство. Я никогда и не думал, что там может возникнуть вот проект такого уровня, вот. Ну, вот они там, как-то договорились со всеми, выкупили эту землю, вот, и снесли, да, все эти строения, и строят вот там такие два замечательных проекта. Первую фазу они уже построили, запустили, и с 2018 года она уже приносит своим инвесторам доход. Вот, вот. И вот вторая фаза, сейчас уже идет заливка пятого этажа, то есть там будет два здания, одно здание семиэтажное, одно восьмиэтажное, там в общей сложности, там 200, по-моему, 4 квартиры, вот это будет. И здесь получается, что, ну, вот уже через год, да, они планируют закончить, то есть тут тоже строят всегда в сроке, то есть очень качественно, вот, и очень, ну, скажем, тоже подходят очень профессионально вообще к строительству. всегда у них на крыше бассейны, вот, всегда какая-то зеленая территория, да, то есть, ну, и, ну, очень, как бы, все прямо-прямо заходишь и понимаешь, что, да, действительно, это мировой уровень, вообще комплекс мирового уровня. Вот, то есть здесь стоимость 3 миллиона 600 тысяч бат на площадь, да, от 30 квадратов. Здесь, смотрите, здесь этот застройщик, да, он по сроку инвестирования предлагает самый длинный срок, вот, это 8 лет, то есть 7% годовых на 8 лет. Вот, и вот в этом Верепиката кондоминимум 2 во второй фазе они запустили вот такую программу обратный выкуп за первоначальную стоимость. Вот, что это такое? Смотрите, например, есть инвестор, вот, он купил квартиру за 3 миллиона 600, скажем, тысяч, за 600, за 605 тысяч бат. Вот, первые 7 лет застройщик выплачивает ему, первые 8 лет застройщик выплачивает инвестору 7% в год, то есть это получается 56%, вот, 7 и 8, 56, то есть за 8 лет возвращается 56%, вот, и по прошествии 8 лет выкупает у инвестора квартиру за первоначальную стоимость, вот, то есть выплачивает ему 3 миллиона 605 тысяч бат, вот, но есть одно условие, это соглашение должно быть подписано сразу, вот, то есть инвестор не может, там, через 5 лет сказать, что да, я хочу воспользоваться этим, нет, то есть оно должно быть подписано сразу, вот, при покупке, как бы, да, будет приложение к основному договору, вот, где это будет прописано, вот, я считаю, это, ну, это прямо очень хорошая история, я общался с этим застройщиком, я очень хорошо знаю руководство этой компании, с ними вообще пытался понять их интересы, он действительно есть, вот, так как, ну, они вообще сейчас уже переходят на другую, скажем, стадию вообще развития, да, они сейчас с инвесторами строят только отели, вот, то есть они строят отели, и здесь они тоже в итоге хотят все выкупить, и чтобы это работало на них как отель, вот, поэтому здесь, ну, вот такая вот история, поэтому, ну, здесь, я думаю, все, да, понятно, вот, и здесь, кстати, смотрите, вот этот вот проект, да, Виэпиката, кондоминимум, вот они вам выплачивают вот эти вот 7%, и вы вообще абсолютно ни за что не платите, то есть вот этот мейтенэнсфи, коммунальный платеж, они оплачивают самостоятельно, вот, то есть здесь не нужно за него платить, это единственный застройщик, ну, вот, из этих четырех, который не просит, чтобы вы оплачивали коммунальный платеж самостоятельно, то есть он оплачивает его сам, вот, выплачивает вам 7% и также удерживает с этой суммы, удерживает 5%, вот, выплаты происходят раз в полгода, вот, и выплачивают они вперед, кстати, не по окончанию года, а выплачивают вперед, вот, допустим, там у них месяцы расчетные январь и июнь, и, допустим, если вы там купили в декабре, да, то они вам сразу же в январе выплатят, ну, вашему инвестору выплатят за полгода вперед, вот, поэтому очень, ну, уникальное предложение на самом деле на рынке, вот, в принципе, разобрали, ну, вот, все комплексы, я думаю, вам стало понятно вообще, как здесь это все работает, как инвестируется, вот, ну, как бы, здесь, смотрите, здесь сейчас цена, она находится практически на финальной стадии, так как уже, ну, каркас здания практически завершен, вот, да, это фотография первой, кстати, вот эта фотография, да, это первой фазы и вот слева, слева, да, если мы посмотрим, ну, вот, с левой стороны дорога, вот, и там как раз чуть подальше находится вторая фаза, вот, это уже построена реальная фотография, построена первой фазой, вот, то есть, так, о чем-то, что-то сейчас хотел уже еще такое вам сказать важное, так, ну, ладно, ну, в принципе, да, я думаю, вот, основное, да, понятно, вот, друзья, если у вас будут клиенты и вы будете затрудняться, допустим, ну, в какой-то компетенции, вы можете всегда ко мне обратиться, вот, то есть, можете всегда обратиться, я могу вас проконсультировать, там, в конце будет слайд с моими телефонами, с телефонами нашего офиса, вот, то есть, с нашей прямой линией, вот, звоните, без, ну, по любым интересующим вопросам, то есть, я вас проконсультирую, вот, еще, смотрите, хочу сказать по поводу нашего бизнес-тура, вот, с 5 по 8 августа у нас здесь на Пукете пройдет бизнес-тур, мы специально сделали для вас отдельный лендинг, отдельную страницу, вот, где можно оставить заявку, вот, то есть, вы пролистываете этот лендинг до конца, и там будет форма заявки, вот, если кто-то хочет сюда прилететь, вот, и уже вживую, скажем, познакомиться, да, со всеми этими проектами, да, и своими глазами посмотреть, увидеть, пообщаться с застройщиком, познакомиться со мной, вот, прилетайте, прилетайте, пожалуйста, вот, и вот эти дни, 5-8 августа, 4 дня, мы будем ездить по застройщикам, вот, будем общаться, скажем, ну, уже здесь напрямую, вживую, знакомиться, как бы, со всеми проектами, вот, пишет Юлия, Андрей, вы мне обещали отель, а какой отель? А! А, Панора Пукет, ну, Юлия, я вас услышал, я, у меня есть информация вся, и сейчас после вебинара тогда я вам на WhatsApp напишу, хорошо? Вот, так, что-то хотел, смотрите, по поводу бизнес-тура, опять же, лучше, конечно, выбрать проживание на пляжах Патонг, Ката, Корон, вот, вот, так как они находятся рядышком, будет удобно всех собирать, поэтому, если кто-то, ну, смотрит сейчас себе, там, допустим, ну, турпакет, да, какую-то путевку, вот, то желательно, если вы будете жить на этих пляжах, вот, организовано будет так, да, то есть это будут мини-басы, в зависимости, там, да, человек, то есть два, там, три, один, вот, пляжи, Патонг, так, подождите, я же тоже могу писать, да? Я, да, не мастер вебинаров, сейчас я вам напишу, Патонг, Корон, Ката, не ушел, что ли, домой, сообщаю, ну, ладно, вот, да, Патонг, Корон, Ката, а, или я это, да, именно, я написал, конечно, вот, спрашивает Оксана, друзья, конечно, если у вас есть, но нет такой возможности прилететь именно вот в августе на бизнес-тур, конечно, прилетайте, конечно, прилетайте, в любое время, вот, я всегда здесь, на Пукете, постоянно нахожусь, вот, естественно, мы также с вами проедем, то есть если 22-23 человека, то мы на моей личной машине, я вас провезу по острову, покажу, расскажу, то есть пообщаемся, вот, сделайте красивые фотографии, вот, без проблем, вот, то есть, смотрите, бизнес-тур, да, будет проходить лучшим образом, то есть будет мини-баз, который вас будет собирать, да, там, допустим, кого-то там в 9 часов, кого-то в 9.30, там, ну, вот, как на экскурсию, например, вот, и, естественно, у нас будет какая-то отправная точка, да, с которой мы будем отправляться примерно в 10 утра, и уже согласно программе, которая есть у нас на лендинге, мы будем посещать все комплексы, вот, да, друзья, смотрите, вот, я сейчас вам, вот, этот слайд, да, вот, первый номер телефона, это телефон нашего офиса, вот, адрес офиса находится вот с правой стороны, вот, второй номер телефона, это мой личный номер телефона, на котором есть WhatsApp, Telegram, Viber, там, ну, любые мессенджеры, вот, можете писать, звонить, и вот федеральный номер, да, это для вашего удобства, то есть, вы можете звонить с офиса, со своих, ну, стационарных телефонов, то есть, эти звонки также, ну, мы здесь в офисе принимаем, вот, поэтому, по-любому из этих номеров вы можете с нами связываться, вот, ну, в принципе, я думаю, основное, да, я вам объяснил, основную информацию вам дал, Олесь, спасибо большое, спасибо, да, мне тоже было очень приятно, да, с вами познакомиться, пообщаться, вот, провести время, вот, поэтому, друзья, я всех жду, прилетайте, без проблем, вот, ну, теперь, смотрите, если вопросы у вас есть, давайте тогда, ну, я отвечу на ваши вопросы, так, презентация с расчетами, ну, смотрите, здесь, смотрите, сейчас, смотрите, я объясню, Маргарита задает вопрос, презентации с расчетами для клиентов, как можно получить, смотрите, презентации есть у нас на сайте nmarket.pro, вот, то есть, вы можете скачать презентацию, отправить ее клиенту, вот, пожалуйста, по поводу, скажем, доходности, да, и процентов, вот, сейчас я вам очень много дам информации, да, вы, в принципе, можете, понимаете, вы можете, в принципе, инвестору сначала просто рассказывать, да, о том, что есть такая возможность, допустим, зарабатывать 7% годовых, там, на протяжении 3-8 лет, вот, и отправлять ему, допустим, вот эти же комплексы, которые я вам отправил в презентации, все есть, и у нас на сайте тоже, в принципе, вся эта информация есть, вот, так, вопросы, ага, сейчас, здесь еще есть вопросы, так, давайте, да, вот, ответим на вопросы, которые здесь, вот, у нас люди писали именно вот в вопросах, спрашивает Сергей, есть ли ипотека для покупки, так, ипотеки здесь нет, отвечаю сразу, так, ссылка будет на YouTube, какой застройщик выплачивает в 8 лет гарантированный доход, VIP ката, кондоминимум называется, этот застройщик, так, Николай спрашивает, как, возможно, остаться жить в Таиланде, но, вариантов много, ну, я не знаю, можете удаленно работать, можете здесь что-то на месте подыскивать, вот, так, Алексей спрашивает, есть какие-то варианты рассрочки и т.д., а, кстати, блин, вот, хорошо, что вы вопросы задаете, я вот думаю, что же вот я хочу вам сказать-то, что же я хочу вам пояснить-то, ну, и забываю, смотрите, друзья, во всех, вот, в этих комплексах и, в принципе, во всех строящихся проектах на Пукете предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства, вот, то есть она без процентов абсолютно, и, как правило, эти платежи, да, они разбиты, ну, от 4 до 6 платежей, допустим, на протяжении, там, 2 лет, да, если на начало проекта, вот, равными частями эти платежи разбиты и привязаны, ну, к строительству, к этапам строительства, привязываются эти платежи и, естественно, застройщик, допустим, подтверждает, да, там, вам документально, да, и с фотографиями, с видео, да, что определенный этап строительства подошел к концу, высылает invoice инвестору и инвестор оплачивает, допустим, следующий платеж, вот, то есть примерно вот работает вот так, да, то есть во всех, ну, вот этих комплексов, которые мы рассматривали, во всех есть рассрочка, вот, также, смотрите, это очень гибко, это очень гибко, то есть застройщики идут всегда на уступки клиентам, инвесторам, то есть, ну, это, скажем, ну, нет такой вот совсем какой-то строгости, да, то есть можно договариваться, да, можно какой-то даже, у меня были случаи, да, То есть, можно какой-то платеж пропустить, да, и потом заплатить два, следующий платеж платежа. То есть, здесь абсолютно, у меня очень хорошее отношение с застройщиками, поэтому я, в принципе, могу с любым из них договориться вообще о любой схеме оплаты, абсолютно. Поэтому в этом плане проблем вообще никаких нету. Ну, какие-то, конечно, нормы там будут соблюдаться, но очень-очень все гибко. Вот, поэтому везде, да, есть рассрочка для клиентов. Так, читаем дальше вопросы. Так, ну вот, Алексей спрашивает, также интересен вопрос, заработка на субаренде квартир. Ну, есть, да, на субаренде квартир, кондоминиум, что можно рассказать? Ну, он здесь в основном на субаренде работает по виллам, понимаете? То есть, по квартирам это не работает. Именно если, допустим, есть какая-то вилла хорошая, ее можно взять на год в аренду, вот, по хорошей цене. И потом уже ее пересдавать помесячно, вот. Вот, я, если честно, сам этим занимался, когда только прилетел, брал тут несколько вилл, вот, именно таким образом, да, на год, по хорошей цене, и потом пересдавал. Ну, можно зарабатывать, да. Так, Алексей спрашивает, слышал мнение, что купить втайне движимость в полную собственность иностранный гражданин не резидент, не может. Расскажите, пожалуйста, про момент документального оформления движимости на граждан РФ. Алексей, я вам предлагаю посмотреть предыдущий мой вебинар, там про это очень подробно все сказано, вот, и вы там ответ на этот вопрос точно найдете. Спасибо. Павел спрашивает, вот в эксплуатацию и ключи включаются по дате или есть какой-то разрыв? Ну, смотрите, вообще, так, вообще, получается, здесь как все это происходит? То есть, когда проект построен, да, застройщик сначала приглашает покупателя провести так называемый акт приемки-передачи. Вот, то есть, ну, должен либо клиент, либо его представитель, да, то есть, все осмотреть, посмотреть и принять, как бы, да, квартиру. Вот, и уже после этого идет оформление права собственности, ну, и, ну, примерно все в одно и то же время, там, может, разрыв небольшой, абсолютно. Вот, потому что, ну, как правило, когда застройщик приглашает на акт приемки-передачи, то, ну, объект уже практически готов к эксплуатации, ну, может, месяц, месяц, максимум два, но из практики от разрыв, не больше. Вот. Также Павел спрашивает, как потом продать такую недвижимость, насколько это сложно, какую комиссию берут специалисты за помощь при продаже? Ну, здесь, смотрите, здесь на самом деле ликвидную недвижимость здесь продать вообще несложно, вот, потому что, ну, люди, ну, кто здесь, очень много на самом деле с разных стран людей здесь проживают, вот, и здесь уже находятся, да, и что-то подыскивают, и они, как правило, на вторичке что-то покупают, вот, поэтому продать хорошую ликвидную недвижимость вообще несложно, вот. Ну и комиссия какая, да, но здесь все зависит от того, кто будет ее продавать, ну, как правило, тут можно, допустим, использовать такой вариант, вы выставляете свою цену, вот, да, а тот, кто будет заниматься продажей, они немножечко сверху накручивают, да, и продают, и вам отдают ту стоимость, которую вы изначально хотите, вот. Вот, Алексей спрашивает, можно ли использовать данные, материалы, слайды в качестве рекламы на сайте, в соцсетях и есть ли рассылка презентации? Да, можете использовать материалы, слайды, то есть, брать с нашей базы MarketPro всю информацию, вот, отправлять также презентации клиентам, это все разрешается, вот, там на всех фотографиях есть наш логотип, водный знак, вот, с ним, как бы, да, без проблем, все это можете использовать и планировки также. Спрашивает Татьяна, как открыть счет в банке, не приезжая на остров? Ну, это невозможно, вам, чтобы открыть на ваше имя счет, нужно быть на острове. Николай спрашивает, можно ссылку на предыдущий вебинар? Чирилл, можешь, пожалуйста, в чат, или, или, наверное, сбрасывал, да, сбросить ссылку на предыдущий вебинар? Да, кстати, друзья, кто не смотрел мой предыдущий вебинар, посмотрите, пожалуйста, вот. Я, конечно, ну, опять же, повторюсь, нет большого опыта, да, про день вебинаров, но, по крайней мере, там вся информация, она доступная, понятная и очень много вопросов снимает сразу же. Так, ну, вот здесь мы ответили, в принципе, да, на все вопросы. Так, давайте здесь, да, немножечко почитаем. Вот, допустим, спрашивает Гульсун, а инвесторами может быть двое, то есть нам уже нужно, да, до четырех человек могут быть собственниками, ну, недвижимости в кондоминиуме, ну, то есть в жилом доме. До четырех человек, без проблем. Два, три, четыре. Вот, это может быть необязательно какие-то родственные связи, то есть это может абсолютно разные люди выступать инвесторами. Друзья, всем, кто написал спасибо, я также хочу вам всем сказать спасибо. Вот, я очень, если честно, я очень волновался перед этим, блин, вебинаром, не знаю. Ну, потому что я понимаю, что мне нужно через вот сеть одному и через камеру вот с вами общаться, да, и это, ну, не просто на самом деле делать, вот. Поэтому всем спасибо, кто вот написал мне спасибо. Да, вот, ага, все, вижу. Смотрите, Виталий спрашивает, то есть по удаленке приобретение невозможно? Виталий, возможно, возможно. Очень много клиентов покупают удаленно. Вот, опять же, в предыдущем вебинаре есть эта информация в конце вебинара. Вот, можете тоже посмотреть, то есть дистанционно сделки здесь проходят очень спокойно, очень прозрачно и, ну, без всяких проблем. Блин, спасибо вам всем, а? Правда. Олесь, спасибо. Блин, да, Екатерина написала, спасибо, все супер, теперь точно начнем продавать. Спасибо, Екатерина, спасибо. Ребята, опять же, мой телефон, какие-то вопросы, да, то есть общайтесь, ну, с инвесторами, кто, допустим, инвестирует в России, да, рассказывайте именно вот, ну, в этой истории. Сейчас, тем более, есть тенденция к выводу денег из России у очень многих людей, вот, поэтому это актуально, выводить их сюда, покупать на начальной стадии строительства, вот, потом перепродавать, то есть легализовывать таким образом деньги. Вот, сейчас очень многие люди этим пользуются, тем более Таиланд не запрашивает происхождение денежных средств. Марат спрашивал, выплата КВ в какие сроки? Я не могу просто понять, вот, большие буквами КВ, что это такое? Татьяна спрашивает, аренда невозможна без расчетного счета? Я, честно, тоже маленько не понимаю вопрос. Аренда невозможна. Получение дохода от аренды, вы имеете ввиду, ну, если это от застройщика, либо от отельной группы, да, то это невозможно, то есть нужен расчетный счет. Если от частной компании, да, то это возможно, они могут вам, в принципе, отдавать либо наличными, да, либо переводить вам, ну, на вашу карту, там, даже российского банка. Спасибо, блин, друзья, спасибо вам огромное, ну, я правда скажу, да, что не просто делать, но я думаю, я доступна сегодня вам все, да, рассказал, объяснил, вот. А я, вот, тоже, Марат спрашивает, за что бан, я тоже не понял, за что бан. Может, случайно кто-нибудь нажал? Марат, я, честно, тоже не понял, за что бан. Вы скажите, пожалуйста, вот, выплата, и большими буквами вы написали КВ, в какие строки? Расшифруйте вопрос, я вам на него отвечу. Алексей спрашивает, не совсем понял, какой интерес риэлтора, то есть мой, да, вот, ну, то есть ваш интерес, как риэлтора. Ребят, зайдите все в InMarketPro, в поисковой строке, забейте Таиланд, и посмотрите комиссионные, которые там указаны. Комиссионные, смотрите, так же, как и цены, указаны в тайских батах, то есть вам нужно будет на 2 эту цифру умножить, и вы получите в рублях, и вы тогда увидите свой интерес. Вот, и опять же, благодаря InMarket, вы эти деньги получите себе в России на расчетный счет. Вот, и можете посмотреть, да, предыдущий вебинар, то есть я там про это как раз вот рассказываю. Комиссия, так, подождите, а, комиссионное вознаграждение, выплата комиссионного, а, КВ, комиссионное вознаграждение, Марат, я сейчас понял, да, ваш вопрос. Комиссионное вознаграждение, смотрите, опять же, есть эта информация в том вебинаре, но я вам скажу, допустим, мы берем какой-то комплекс, да, где есть расстрочка платежа. Есть такое понятие, как первый платеж, вот, так вот, после оплаты клиентам этого первого платежа, из графика платежей, да, это может быть 20%, 30%, вот, в течение месяца-полтора вы получаете свою комиссию. То есть вам не нужно ждать до того, как клиент 100% оплатит, ну, весь платеж свой, вот, то есть с первого платежа, вот, мы, InMarket, выплачиваем вам, же, ваши комиссионные, вот, ну, месяц-полтора, это длится в среднем. Александра спрашивает, насколько легко вывести средства из Таиланда? Смотрите, если мы говорим сейчас о перепродаже недвижимости, да, то сделать очень легко, так как вы, когда ее покупали, например, тоже часть денег заводили из-за границы, и там тоже банк выдает специальный документ, что эти деньги пришли из-за границы, вот, поэтому при перепродаже они будут легализованы, и очень легко, это, застройщик может вам выписать при перепродаже, допустим, через застройщика, да, там, либо, если это физлицо, неважно, в общем, может вам выписать банковский чек дорожный, вы можете в любой стране мира, и этот чек будет со справкой, откуда эти деньги, вот, то есть они будут от продажи вашей недвижимости, вот, неважно, там это был leasehold, freehold, вот, там есть незначительные особенности, но не так важны, вот, и вы эти деньги можете легко абсолютно вывести, вот. Что касается, смотрите, если, допустим, мы говорим об доходе от сдачи в аренду, да, допустим, смотрите, инвестор открывает здесь счет в тайском банке, естественно, к этому счету привязывается банковская карта, вот, также приложение на телефон, там, да, онлайн-бэнкинг, да, на ноутбук, там, без проблем, вот, и застройщик, допустим, смотрите, перечисляет ему с аренды, да, либо застройщик, либо управляющая компания перечисляет ему с дохода от аренды комиссию на счет, и инвестор, клиент может этими деньгами расплачиваться, хоть с карты, может снимать наличные в любой, в России, то есть все банки здесь в Таиланде, они все работают в России, например, да, и также в мире, вот, то есть без проблем, то есть у вас есть карта, вот, и также с продажи, допустим, да, там, недвижимости тоже у вас деньги будут на счете лежать, вы также можете приехать в Россию, вот, и снять, то есть лимит там устанавливается, кстати, ну, до миллиона бат, вот, можно снимать наличные, вот, поэтому, здесь в этом плане проблем абсолютно никаких нет, вот, да, я понял, да, друзья, я понял, что, да, КВ это, теперь буду знать, что КВ это комиссионное вознаграждение, вот, да, полтора месяца, в среднем полтора месяца после оплаты клиентам первого платежа, вот, Юлия спрашивает, по поводу денег, можно сколько хочешь денег ввозить, получается, как легализация денег через стаи, нет, смотрите, нет, есть, конечно же, определенные таможенные, да, законы, вот, но здесь больше 20 тысяч долларов в Таиланд завозить нельзя, ну, а с Россией вообще 10 только можно вывозить, поэтому, ну, мы ограничены, как бы, 10 тысяч долларов, но, но мы же говорим, как бы, да, о покупке недвижимости, то есть это платеж, что его можно оплачивать, кстати, посмотрите мой первый вебинар, вот, я там подробно рассказываю, вот, о том, как можно вообще оплачивать недвижимость, вот, там очень все подробно, вот, да, запись вебинара будет, так, ну, все, я ответил, да, надеюсь, ну, на вот этот вопрос Марата, да, что комиссионное вознаграждение, вот, то есть, смотрите, да, ну, немножечко еще вам скажу, чтобы, вот, я понял, вас интересует это вот комиссионное вознаграждение, смотрите, клиент, например, неважно, дистанционный, либо здесь на месте, выбрал объект для покупки, сначала он оплачивает резервационный платеж, 100 тысяч бат, вот, и это, как бы, ну, его показывает серьезность его намерений на покупку, да, недвижимости, вот, он оплачивает застройщику на расчетный счет застройщика, вот, застройщик снимает эту квартиру с продажи и начинает готовить основной договор, вот, этот договор, он готовится, ну, от двух недель до месяца, вот, он готовит основной договор, в котором как раз и прописываются графики платежей, вот, в этом основном договоре, вот, и затем он этот основной договор, допустим, клиент уже либо улетел, либо он вообще не прилетал, да, неважно, он этот основной договор бизнес-почтой, вот, ну, DHL, там, да, либо другой, отправляет уже клиенту, вот, и там же в этом договоре есть инвойс на оплату первого платежа, согласно графику этих платежей, 20-35% от стоимости недвижимости, вот, и клиент подписывает этот договор, один экземпляр оставляет у себя, с этим инвойсом он идет в банк, показывает договор, то есть, со стран застройщика он уже будет подписан, показывает договор, основание, вот, и показывает, прикладывает инвойс, вот, и перечисляет просто ту сумму, которая указана в инвойсе, вот, она будет указана в тайских батах, ее пересчитывают примерно, да, и перечисляется эта сумма на расчет, на счет застройщика, все, деньги поступают к застройщику, вот, в течение, после этого, ну, в течение, скажем, двух недель, вы получаете свои комиссионные, как деньги получили на расчетный счет застройщику, вот, ну, оба платья первого платежа, вот, сейчас подробно, да, вот, объяснил, ну, я думаю, понятно, да, Алексей спрашивает, спасибо, я бы в тайе получил, и там бы остался, друзья, не проблема, если, допустим, вы хотите получить комиссионные здесь, да, вообще, они же, видите, там и указаны в батах, ну, то есть, если вы будете получать в России в рублях, значит, на свой расчетный счет, то будет сумма в два раза больше, да, то есть, в рублях, но если вы хотите получить в батах, заранее просто это обговаривается, вот, и прилетаете сюда, и я вам здесь в офисе выдам эту сумму в батах, вот и все, и можете остаться здесь, с этой суммой отдыхать. Екатерина, вот, пишет, пока смотрела, скидывала слайды в WhatsApp и статус, уже есть заинтересованы, Екатерина, отлично, отлично, вот, то есть, ну, можете просто брать вот мою информацию, которую я сегодня сказал, да, тем более она на слайдах тоже дублируется, вот, там, в принципе, все понятно, и ее уже своими словами отправлять клиенту, допустим, что вот есть такой-то проект, да, ну, окончание тогда-то, есть рассрочка платежа, такая-то вот арендная программа, там, например, 7% там, да, на 8 лет, есть обратный выкуп, вот, а, кстати, вот еще про, вот, хотел сказать про обратный выкуп, вот, смотрите, здесь можно как это преподносить инвестору, это как сродни банковскому депозиту, вот, то есть, когда человек, допустим, приходит в банк, хочет получить хороший процент, банк говорит, хорошо, вложите деньги на 8 лет, но вы ими пользоваться не имеете права, мы вам будем уплачивать процент, по прошествии 8 лет, мол, деньги эти обратно отдадим, здесь можно также транслировать это инвестору, что то же самое, да, но здесь вы еще и будете являться собственником недвижимости, понимаете, вот, то есть, это, я считаю, ну, даже, наверное, более надежно, чем 8 лет хранить деньги в банке, непонятно, что за 8 лет с банком может произойти с недвижимостью, здесь ничего не случится за 8 лет, вот, тем более под управлением такой хорошей компании, вот, так что, да, Александр спрашивает, комплексы, комплексы сдаются с полной отделкой, да, и мебелью, вот, но есть такое понятие, как пакет мебели, вот, он стоит денег, но застройщики очень часто дарят его в подарок, в качестве бонуса клиенту, вот, да, ребят, ну, я хочу вот всех поблагодарить, вот, правда, вот, вот, столько написали, вот, позитивных сообщений мне, я, честно, очень рад этому, вот, вот, про бизнес тур, да, прилетайте в бизнес тур, на лендинге все есть, все очень подробно, кто-то, если не может прилететь на бизнес тур, прилетайте в любое другое время, сохраните мой телефон, пишите, звоните, я на связи, вот, спасибо, что очень много, да, человек посетило мой вебинар, вот, поэтому всем вам желаю хороших продаж, найти своих инвесторов, вот, и заработать хорошие, всем спасибо, до встречи, новых, до новых встреч!